Денис, приветствую тебя! На очередном видео «Фундаментальный технический анализ» разбираем самые актуальные ситуации, которые видим торговые, где высматриваются хорошие перспективы для проведения сделок. Итак, даем рекомендации, друзья, для вас, чтобы у вас была информация, как можно в моменте работать на рынке. С Денисом выбираем, честно говоря, инструменты, которые кажутся интересными в моменте сейчас, но я неоднократно уже подчеркиваю, друзья, что если какой-то актив уж очень вам интересен, вы можете в комментариях дать нам об этом знать, для того, чтобы мы разобрали его специально для вас. Денис, прежде чем начать дебаты, вот прошли в Штатах, как ты их оценил, понравились тебе или нет, я, честно, большую часть посмотрел, потому что мне было очень интересно, как бьются два старпера. Ну, Байден явно дал понять, что есть еще порох в пороховницах и очень неплохо так подпортил кровушку Трампа. Ну, мы можем делать выводы об этом, потому что после этих самых дебатов, которые, кстати, считали, что должны стать проигрышными для Байдена, и никто не сомневался в том, что Трамп сможет положить Байдена на лопатки. Оказалось, совсем наоборот. Если вероятность до выборов, точнее, победы Трампа на предстоящих выборах до дебатов оценивалась 42%, то потом она упала до 40% или даже до 39%, как показывают последние данные. Ты вообще как сам оцениваешь перспективы Байдена и Трампа? Кто тебе видится следующим президентом США больше? Пару слов буквально. Честно, вот эти вот дебаты, это, скорее, не дебаты были, а какое-то шоу с поливанием огромного количества говна на голову друг другу, потому что по-другому это назвать сложно. Самые грязные, пожалуй, дебаты за всю историю Штатов, если даже не всего мира, которые происходили. Вот. Я по этому поводу, кстати говоря, сегодня напишу статью тоже по поводу дебатов, как это повлияло в Байден. Мне его даже в каких-то моментах было, наверное, жалко, потому что Трамп это как такой, не то что вездеход, как танк на него пер, но по сути, мне это действительно было шоу с поливанием оскорблений. То есть я не увидел истинного смысла, если честно, этих дебатов, чем бы они логическим завершились, просто повиняли друг другу. Байден сказал, что Трамп худший президент за всю историю США и что ему нужно голову лечить и назвал его клоуном. То есть как это можно всерьез оценивать? Честно, очень такой момент скользкий. Но касательно шансов, я все-таки почему-то все равно склоняюсь к варианту, что может остаться Трамп на второй срок. Хоть, думаю, большинство, конечно, со мной не согласятся, но то же самое, в принципе, было и когда Трамп победил, когда Хиллари, я очень хорошо помню, этот момент выходила, собственно, в лидеры. Потом буквально вот в течение где-то одного часа ситуация просто кардинально поменялась. Поэтому здесь, мне кажется, тоже будет огромный вброс и просто гигантский, вот похлеще, чем когда было с Хиллари. Но мне лично кажется, что Трамп все-таки останется. То есть это как пальцем в небо, конечно, потому что у них реально шансы приблизительно равны. Все эти соцопросы сейчас, ну это тоже очень много, они и политические, и покупные. Поэтому мое мнение, что все-таки Трамп. Ну, ты знаешь, я разделяю абсолютно такую точку зрения. Я считаю, что у Трампа больше шансов сохранить с собой этот пост сейчас. Ну и, разумеется, уже неоднократно подчеркиваю, что я отношусь к тем трейдерам, которые верят в рост фондового рынка и в слабость доллара. И, в принципе... Да, тем более Байден хочет еще налог увеличить. Да, да, да. Что тоже, кстати говоря, существенный момент. Корпоративный до 23, по-моему. Да, это как раз нужно взять на заметку тем, кто верит, например, в рост фондового рынка и верит в победу Байдена. Ну, немножко здесь есть как бы нестыковки. Я хотел сказать тоже, что только по моим взглядам именно в отношении некоторых инструментов можно, в принципе, понять мои политические предпочтения, скажем так, ну и так далее. Я считаю, что, да, у Трампа больше шансов. Ну, там уже видно будет, вроде бы как, чуть-чуть совсем остается времени. Долго мы ждали этого события политического, но вот оно уже на носу, скажем так. Ладно, давай тогда переходить к торговым идеям и рекомендациям. Давай. Начнем мы, давай, с меня и с индекса американской валюты. Индекс доллара, друзья, я от всех вас поздравляю тех, кто придерживался, опять же, монологичного моему взгляду касательно перспектив американской валюты. В принципе, ждало снижение курса доллара. Именно это сейчас и происходит. Конечно же, все может измениться, но пока есть то, что есть. Всю неделю мы наблюдаем за распродажами индекса американской валюты. Ну и, разумеется, если снижается индекс доллара, то можно констатировать, даже не глядя наградки, что рисковые инструменты будут расти и чувствуют себя довольно неплохо. По индексу американской валюты сразу хочу сказать то, что, да, дебаты позади. Первый раунд следующий, по-моему, состоится 15 октября. Надеюсь, то, что 15 октября Трамп будет посильнее смотреться. Но даже сейчас мы видим то, что сомнения в победе в формате первых дебатов не привели к росту американского доллара. Поэтому, если дальше все-таки Трамп будет поувереннее, то, скорее всего, распродажи американской валюты станут еще более стремительными. Мы ждем Конгресса, решение по новым мерам фискального стимулирования. Прежде чем это решение будет анонсировано, вряд ли это случится до конца недели. Еще будет статистика по Non-Farm Perils. Вот ее мы с тобой разберем уже на следующей неделе. Соответственно, во вторник поговорим не то, чтобы по горячим следам, но все-таки, наверное, нужно будет чуть-чуть уделить внимание сектору американского рынка труда. Я скептик в отношении статистики. Опять же, я всегда строю прогнозы по Non-Farm на основании данных по заявкам на посылку безработицы. И вот за последние четыре недели я не очень-то вдохновился цифрами, поэтому считаю, что Non-Farm разочарует. Чем хуже статистика, тем выше шансы на то, что неопределенность экономическая сохранится в США, и тем больше будет все-таки причин у Конгресса уже переставать тянуть резину, откладывать, не знаю, на что они ориентируются, и дать экономике эти деньги, которые нужны. Цифры, опять же, разнятся, уже тоже подчеркивалось. То есть, если демократы настаивают на 2,2 триллиона долларов республиканцы, вроде бы как считают, что цифра должна быть поменьше, хотя не уверен в итоге, существенно ли эта цифра республиканцев отличается от мнения демократов. Решение будет от Конгресса. И, друзья, если вы торгуете долларом, вы должны понимать, что новые деньги в экономику – это то, что приведет к росту фондовых рынков и ослаблению курса доллара. Просто нужно ждать. И это решение Конгресса с вероятностью 99% поставит очень жирную такую точку в бычьих перспективах доллара, эксплуатирует его распродажи. Я жду. Долгое время уже ждал именно распродаж. Но вот рассчитываю, что в ближайшие 2 недели, максимум 3, решение Конгресса будет. Поэтому, друзья, моя рекомендация по индексу доллара. Нужно продавать, сейчас вы видите, такой краткосрочный, скажем, нисходящий канал. Очень рассчитываю на то, что этот канал перерастет тенденцию и нисходящий тренд. Можно попробовать для тех, кто еще не продавал, сделать это с уровня 94-94.10 и ждать уже снижения индекса американской валюты в районе 92 пунктов. Нефть тоже интересно смотрится. Я нефтянку Brent и WTI не раз рекомендовал с позиции покупок. У нас по фундаменту было такое балансовое подобие новостного фона. И вот этот баланс был смещен в сторону покупателей, потому что стал валиться доллар. И вчера вышли данные по запасам. Запасы нефти снизились и при снижении. Это позитивный момент для котировок. И что касается доллара, тут тоже очень простая логика. Чем дешевле становится американская валюта, тем более предпочтительным, привлекательным для приобретения становится сырье, потому что все мы прекрасно знаем, в чем котируются эти инструменты. Эти инструменты, бренды, Аппетия, разумеется, котируются в баксах. Поэтому я рекомендую только лишь длинные позиции. И, например, залазить в них можно, для тех, кто ранее не покупал, примерно в диапазоне 41.30-41.50. Это в качестве ориентирования для выставления отложек buy-limits в расчете на закрепление бренда выше 43 долларов за бар. Ну и пару слов я сказал уже про фондовый рынок, поскольку ожидание, в принципе, коррелирует с политической темой, с решением Конгресса по доллару. То есть у нас ставка вниз, а по фондовому рынку, соответственно, ставка вверх. S&P растет. Мы с тобой ранее давали рекомендацию тотальных покупок. Очень рассчитываю, друзья, то, что вы прислушались к нашим рекомендациям. На мой взгляд, было предельно понятно, что фондовый рынок будет расти. Сейчас, в принципе, рост продолжается. Сегодня можно рассмотреть как бы косрочную сделку вот в случае отбоя от скользящей средней, вот у меня 137-й период это. Ну, то есть сейчас 4-часовой таймфрейм на графике и котировки 3380 пунктов. Соответственно, если в ближайшие несколько формирующихся свеч мы увидим там коррекцию в районе 3370 пунктов, можно будет залазить с небольшим объемом для тех, кто раньше не купил уже, и ждать на движение выше 3500. Денис, на этой ноте тебе передаю слово. Так, слово взял, по идее, должно быть, у меня уже видно. Видно. Значит, касатель индекса доллара. Я придерживаюсь точно тех же взглядов, что и на прошлом нашем брифинге. Заключаются они в том, что по баксу здесь для того, чтобы грамотно войти, это всегда нужно стараться делать с коррекцией, потому что все-таки ретестов у нас происходят на рынке намного больше, намного чаще, чем чистых резких движений. Поэтому здесь, судя вот даже по самой структуре, я склоняюсь к варианту, что у нас все-таки будет еще заходная волна вверх с очень-очень большой вероятностью. Вопрос лишь в том, насколько она будет глубокая. То есть я больше приоритетно склоняюсь к варианту, что без обновления максимума уже. То есть сейчас у нас цена подошла к сильнейшей области зон покупателя, которая сопряжена вместе с локальными еще несколькими уровнями буквально. Но при этом у нас ретесты, то есть я лично выделяю для себя как область вращения неплохая, это 94.20, ну 94.20, 94.30, вот такой вот диапазон, вот он. Это самый такой ближайший значимый диапазон именно для сопротивления. И альтернативный вариант, это все-таки если попробуют дать перехай, потом тогда тем более с новыми силами нужно будет продавать. Потому что в целом я рассчитываю на движение вниз, как минимум самая ближайшая цель это 92.5, но это опять-таки всего лишь ближайшая. Более значимое стратегическое у нас будет находиться на обновлении минимума вообще текущего года. Если быть точным, то позапрошлого месяца. Вот в августе был сформирован уровень 91.70, и собственно я считаю, что именно на обновление данного уровня после коррекции вверх уже пойдет цена на спад. Я уже по-разному пробовал, крутил и в разрезе других валют, но не получается по-другому. Все равно вот индекс баксов исключительно только вовбал, единственное только, чтобы для грамотного входа лучше дождаться коррекции, которая с огромной вероятностью будет, а затем уже действовать. Касательно нефти. Вот здесь есть небольшие у нас разночтения. Дело в том, что нефть я продажи у себя не закрывал, и на данный момент, в принципе, да, произошла здесь некая коррекция вверх, да, перекрытие было вот данной опорной свечи, но здесь я буду рассматривать покупки только лишь в том случае, если цена сможет перекрыть весь вот данный сегмент, то есть, соответственно, закрепится где-то в районе там 41, сделая четкое закрепление, тогда уже с коррекцией, да, я буду покупать. Пока что все-таки цена уперлась в зону продавцов, она выглядит у нас вот в таком виде, вот она. И, собственно, ее пока не прошла. То есть очень часто от таких зон как раз формируются новые движения вниз. Поэтому пока что приоритетно я у себя лично ничего не меняю, пускай остается по той же направленности, все равно сделка в безубытке. Но если вдруг все-таки вверх пройдут и закрепятся выше данного уровня, уже в район 41, тогда будут работать через коррекцию. А коррекция будет ожидаться где-то в район 39-20. И тогда уже только с этой области покупки. Но это только после перекрытия. И касательно S&P 500, у нас с тобой абсолютно полная синхронность была мысли, и она по-прежнему остается. Заключается в том, что я точно так же, как и ты, считаю, что индекс США, то есть S&P 500, будет у нас укрепляться. То есть, следовательно, как обычно происходит, то есть если происходит укрепление индексов, то есть так называемый риск, он включается, и инвесторы начинают переходить уже с защитных убежищ в более рисковые, то есть в акции, то, следовательно, мы видим рост фондовых индексов в Штатах и в то же самое время падение индекса доллара. Поэтому, если все это посмотреть вместе, то получается полная синхронизация. То есть, если доллар действительно в средней сроке вниз, я уверен, что именно так оно и будет, то S&P 500, соответственно, наоборот, вверх. И самая ближайшая цель у нас здесь в районе 3430. Это близлежащие локальные экстремумы плюс маржинальная зона. Но это далеко не ограничение. То есть, я лично считаю, что все равно до, как минимум, конца года цена возьмет уровень 3600 и, возможно, выше. Единственное, только вот с 1 ноября, конечно, когда выборы будут, там могут быть какие-то сюрпризы. Но в целом все равно больше рассчитываю на то, что рынок пойдет вверх. И, насколько я вижу, рынки все-таки больше закладывают победу Трампа, чем Байдена. Потому что Байден, я лично считаю, что в кратко-среднесрочной перспективе будет негативен для фондовых рынков. И небольшой побег инвесторов мы все-таки будем наблюдать. А пока вверх. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Классно то, что позиции совпадают. И действительно, активы согласны с нами. Они показывают ту динамику, которую мы с тобой прогнозируем. Это замечательно. Друзья, очень рассчитываем. И надеемся, что вы на этом неплохо зарабатываете. Если нет, то отнеситесь повнимательнее к нашим рекомендациям. Это, конечно же, не грааль. Мы не можем знать, как активы поведут себя на самом деле. Но стараемся объективно оценить непредвзято, беспристрастно. Я с позиции фундамента, Денис с позиции техники. И дать вам конкретную установку, как можно действовать. Денис, еще раз тебя благодарю. Ну что ж, давай тогда продолжать следить за решениями Конгресса, за политической ситуацией в США и за предстоящим нонфармперлс. Короче, на следующей неделе волатильность, в принципе, до конца этой пятидневки будет оставаться высокая. На следующей неделе нам будет что с тобой, как и всегда, обсудить. И, я думаю, точно найдем новые возможности для сделок. Хорошего тебе закрытия недели. Спасибо, Денис. Да, взаимный коллег. Отличное закрытие недели. Я очень надеюсь, что уже во вторник буду с нормальной трансляцией видео уже на новом месте. Договорились. Ну все, пока. До вторника. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok